Основное время судебных баталий футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева вышло. В Пресненском суде Москвы прошли прения. Для спортсменов это был последний шанс защититься, а для прокуроров провести решающую атаку. Гособвинитель уже потребовал сроки для каждого фигуранта дела футболистов. Какое наказание им грозит сразу за несколько потасовок, знает Кирилл Попов. Громкий процесс над футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым возобновился после паузы на первые майские праздники. У здания Пресненского районного суда Москвы десятки журналистов, но все внимание приковано не к фигурантам этого дела, а к прокурору. Первым перед телекамерами в сопровождении правоохранителей и с улыбкой на лице появился Александр Кокорин. Теперь он не просто нападающий «Зенита», а еще и чемпион России. Его клуб на днях досрочно обеспечил себе золотые медали. Конечно, пресса не могла оставить это без внимания. Кокорина поздравили с титулом. Пользуясь случаем, хотелось бы ребят поздравить, тренерский штаб, Питер, город и все, кто причастен к этому чемпионству. Они это заслужили. Павел Мамаев футбольные успехи друга комментировать не стал. Ему самому было чем похвастаться. Адвокат предоставил суду положительную характеристику на Мамаева из СИЗО. Там он, в частности, получил благодарственное письмо за участие в матче между заключенными. Мероприятие прошло в феврале этого года. Адвокат Александр Кокорина просил суд оправдать футболиста по эпизоду причинения вреда водителю Виталию Соловчуку. Якобы в этой драке нападающий «Зенита» не участвовал. А вот защита Павла Мамаева даже провела независимую экспертизу по раскадровке видео этой потасовки. Некие эксперты пришли к выводу, что водитель Виталий Соловчук якобы первым нанес удар спортсмену. Доказательная база, она каких-либо существенных не внесла изменений в ту позицию, которую мы избирали изначально. А именно то, что хулиганство состава, самого тяжкого состава преступления, которое меняется всем подсудимым, он в принципе отсутствует. Доказательств в этой части никаких нет. Нет оснований говорить, что был какой-то предварительный сговор. В ходе заседания допросили дознавателя, который изымал тот самый стул, которым Александр Кокорин ударил чиновника Дениса Пака. Ранее появилась информация, якобы это деревянное орудие преступления пропало. А значит и улик свидетельствующих против Кокорина нет. Однако свидетель пояснил, что стул, вероятно, находится в рабочем кабинете. На этом судебное следствие по делу братьев Кокоринах Павла Мамаева и Александра Протасовицкого завершилось. Начались прения. Это последняя возможность предоставить суду доказательства как со стороны обвинения, так и со стороны защиты. Прокурор попросила приговорить Александра и Кирилла Кокоринах к полутора годам. А Павла Мамаева и Александра Протасовицкого к одному году и пяти месяцам колонии общего режима. Судьбу футболистов суд, скорее всего, решит уже на следующем заседании. И не исключено, что уже через несколько дней они покинут зал суда уже без наручников. Кирилл Попов, Вести, дежурная часть. А ну давай балет! Есть балет, товарищ командир! Лебединое озеро! Держитесь! Т-34. Учись, Квазимода! 9 мая в 21.00 на канале Россия.